привет всем вы на канале позитивный огород сегодня у нас 2 мая то есть прошел ровно месяц момента наших первых посевов теплицы для самых самых ранних и весенних салатиков смотрите какой результат хорошо в принципе растет редис уже вот эта редиска анжелика уже такая хорошенькая то есть 9 мая будет прям прекрасная диска и марго и диска тоже вот видно что такая небольшая но к 9 мая также должна вырасти лучок тоже мы уже срезаем периодически шпинат вырос такая красотка капуста мизуна красненькая то есть и салатик и крест салатик и укропчик все зашло не все себя очень даже неплохо чувствует заморозков у нас практически как таковых и не было то есть в принципе росло очень даже хорошо и сейчас я вам покажу более позднее посева там вдалеке зашла свекла тоже редисочка и дальше пошла пошел салатик вот это называется натальянская смесь здесь зашла и руккола и салатик различен и вот такая вот капуста мизуна только она зеленая то есть так совпало что у меня и зеленая капустка есть и красненькая тоже есть и по краю тоже так зашла у меня густо руккола многое многие семена все впервые поэтому вы не знаю как он что всходит но решил посеять погуще друг семена будет не очень схожи но зашло просто посмотреть все прям таким ковром такая и здесь у нас лучок тоже очень такой хорошенький и опять же и диском и диски три сорта опять же марго фиолет и белая редиска но здесь конечно на попозже посеян поэтому она еще такая малютка здесь краешку зашли шафраны и там тоже в краешку не слишком густо тоже зашли шафранные желтые и оранжевые и пойдем дальше наши огурчики себя чувствуют очень даже неплохо листики у них приобрели такой насыщенный зеленый цвет то есть когда я высаживал они были такие светло-зеленые и вот прошло совсем немного времени прошло и они вот такие стали очень даже хорошенькие уже усиками цепляются это значит что огурца силы прибавляются принципе он так недостаточно неплохо себя хорошо чувствовать здесь начали сходить дыньки дыня получается у меня карамельная такая дыня медовая лакомка и арбуз посеян сибирские огни в принципе только-только начала сходить все будет все полить сегодня там у меня в ведре растет капуста капуста очень хорошо от таких емкостей всходит получается это конечно хорошо когда мы ее кому-то отдаем я всегда кому не надо из кому-то посадить капусту я сию какие-то емкости и потом человек может спокойно и в когда ему нужно он высадить ее и пошла наша капустка капустка кальраби хорошо взошла капуста колобок не очень так реденько но в принципе мне будет этого достаточно там у нас капуста пробка ли два сорта получается с краешку гном зашел тоже хорошо и венера принципе не это достаточно будет дальше в карту что июньская пошла хорошо она зашла но капуста здесь салуха с кому интересным посмотрите там есть посадка капусты она вообще практически не зашла ты совсем несколько штучек всего хотя семена новые но так бывает что капуста и не всходит там немножко клубнички и пошла капуста цветная хорошо взошла здесь вот просто шикарно взошла капуста три богатыря это позднее который очень хорошо хранится прямо обалденно взошла практически каждая семечка так но здесь с краешку мне тоже редиска посеяно и пошла следующая капустка так капуста вот здесь посеяно было московская позднее вообще практически то ли две то ли несколько то ли три зашло капустинки плохо зашла но в принципе три бактерия взошли хорошо поэтому нет достаточно и капуста конкистадор тоже взошла но не равномерно и не очень хорошо но повторюсь мне этого будет достаточно и также мне в тепличке растет чеснок кто-нибудь конечно скажет зачем в теплице чеснок но говорят что когда чеснок растет в теплице какие-то болезни вредители каких-то он и почвенных вот этих он отгоняет как-то не любит селиться туда эти вредители какие-то в общем где-то это в интернете такое вычитал вот у меня одна чесночина как-то завелась и вот так он теперь постоянный растет в принципе он не мешает но вредители как таковых у меня суп ты не наблюдаюсь чтобы они и еще покажу конечно лучок лучок у меня был пересажен пересажена весь из вот этих емкостей просто такой большой поддон землей начал мне как-то желтеть в этих емкостях земли недостаточно здесь только после пересадки он в принципе начал набирать силу опять луковички уже достаточно хорошие может посмотреть приличные тут оксибишин здесь красненький лучок в принципе лук неплохой нужно будет его конечно подкормить азота содержащим удобрение можно использовать обычный аммиак нашатырный спирт наверное небольшую такую дозу сделала одну чайную ложку на это литр воды и затем можно можно еще меньше делать то есть здесь уже как обычная пропорция идет две столовых ложки на 10 литров ну так чтобы подкормить чтобы он нас хорошо начал отрастать что перышки отрастали много можно сделать такую подкормочку так но так в принципе все такой вот обзорчик и повторюсь к 9 мая уже смело можно будет вырывать и редиску и срывать капусту мизуну и кое-какой салатик можно будет и шпинат то есть не бойтесь совершать эти ранние посадки можно конечно их прикрыть если будут морозы из морозов нету вообще просто шикарно все буду вас расти очень хорошо на всем тем кому понравилось видео было полезным подписывайтесь на канал заходите почаще в гости и пока пока конечно же оставляйте свои комментарии нам будет очень приятно